Ислам Ислам — это основа нашего самосознания, стержень нашей нации. И в преддверии одного из главных праздников обсудим ключевые составляющие нашего духовного развития. Итак, консолидация веры — тема нашего эфира сегодня, и обсудим ее с нашими гостями. Итак, Гульсум Ширинская — преподаватель курса «Файдалейлем» «Полезные знания при Духовном управлении мусульман Крыма». Имирасан Умиров — директор Азовского медресе. Руслан Абдулаев — руководитель отдела образования Духовного управления мусульман Крыма. Артур Решетов — руководитель отдела внешних связей и организации «Хаджа-2017» Духовного управления мусульман Крыма. Мухаммед Исламов — имам города Симферополя. И Сатуллах Баиров — заместитель муфтия мусульман Крыма. Уважаемые телезрители, мы в прямом эфире и просим вас принять участие в нашем онлайн-голосовании. Итак, существует ли угроза религиозному согласию среди крымских татар? Да, либо нет? Пожалуйста, принимайте участие в нашем голосовании. И перед началом нашей дискуссии давайте посмотрим сюжет, как проходил священный месяц для крымских мусульман. Рамазан — месяц обязательного для мусульман поста и один из пяти столпов ислама. В течение месяца правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости. Пост начинается с начала рассвета и заканчивается после захода солнца. В этот месяц принято делать добро. Также это время очищения и самоусовершенствования. Во всех вопросах относительно общественных мероприятий есть поддержка руководства республики. В этом году, по словам заместителя муфти, особое внимание будет уделено мусульманам из отдаленных сел. В Симферополе возле соборной мечети, которая на данный момент действующая, таки биржами, будет действовать шатер разговения. То есть будут ифтары каждый день на 200 человек. И в других мечетях Крыма тоже соответственно. Больше внимания будем уделять вот тем отдаленным селам и проводить там соответствующие мероприятия. Потому что, например, ифтары, как бы разговения, это не просто накормить людей, а это также какое-то культурное сопровождение. То есть это и проповедь, это и молитвы. Я думаю, что месяц Рамазан у нас пройдет также насыщенно. Кроме того, все мусульмане за день до начала поста отмечают День Арфе. В этот день хозяйки жарят чебуреки, пирожки и другие блюда. После разносят их по соседям и родственникам. Происходит взаимный обмен блюдами. Этот обычай называется «Кохуча-кармак», что означает, чтобы в доме был запах пищи. Первый день Рамазана в этом году начинается 27 мая. Имамы Духовного управления мусульман Крыма готовы проводить теравих-намазы во всех мечетях полуострова. Важным моментом является и то, что в течение трех лет ифтары проводятся при поддержке меценатов. В этом году также коллективные ифтары в шатрах у мечети могут организовать все желающие. Кроме того, продолжается акция Мерхамедля. Каждый из желающих может дать милостыню. В этом году установленный размер – 200 рублей с человека. Пост длится 29 дней. И по окончанию все мусульмане будут праздновать Ораза-Байрам. В этом году праздник приходится на 25 июня. Завершается священный месяц, приближается праздник, один из главных праздников для мусульман. Как в этом году будут проходить праздничные мероприятия в Крыму? Аудзбилляхминасшейтанирраджим. Бисмилляхиррахманиррахим. Альхамдулиллях. Действительно, в этом году очень быстро прошел Рамазан. Мы находимся в последних днях священного месяца. Такой долгожданный и так быстро проходящий. Рамазан в этом году, мне кажется, это мое субъективное мнение, конечно, прошел более насыщенно. Наверное, не осталось ни одного села в Крыму, которое бы не участвовало в этой акции. Ифтар впервые в селе, даже в самых отдаленных селах. Что самое важное, народ сам сплотившись, организовавшись, проводили ифтары. Где-то обращались за помощью к меценатам, где-то сработали наши волонтеры, Аллах разолсун. Но мы увидели по всему Крыму какое-то такое моральное, духовное поднятие. Потому что и теравихи, и ифтары – это все показатель того, что умма живет и развивается. То есть, когда в селе нет мечети, когда в селе нет читается Азан, когда не проводится джума-намаз, это показатель того, что в селе нет никаких религиозных движений. Но, аль-хамдуля, у нас в Крыму таких сел, можно сказать, нет. Везде, где живет мусульманин, где живут мусульмане, есть малейные дома минимально, и там проводятся служения. Аль-хамдуля, конечно. Поэтому с этой точки мы очень рады, с этой позиции смотреть, что Рамазан проходит так красочно и ярко. Проводилось очень много коллективных ифтаров в самом городе, в Симферополе. Все наши городские мечети, находящиеся в наших микрорайонах, компактного поселения, почти каждый день проводили эти ифтары. Люди, меценаты, в честь от имени погибших своих, может быть, родственников, от себя лично проводили эти благотворительные ифтары. И были даже мечети, где люди не могли найти свободное место, чтобы провести ифтар, и обращались уже к соседним мечетям, к соседним регионам. Это тоже очень радует. И, аль-хамдуля, эта тенденция растет. То есть из года в год мы видим, что свободных дней в Рамазан без ифтаров становится меньше. Есть такие регионы, где вообще до Рамазана люди начинают записываться, понимая, что 30 дней, это 30 дней, и как бы места ограничены. Ну и в общем, в духовной сфере, если смотреть во время Рамазана, если мониторить соцгруппы, если мониторить молодежь, как она реагирует, мы видим более такую вот склонность. И в университетах очень много молодых ребят, девушек, держащих пост. Очень много людей, вновь начавших держать пост и начавших ходить на тарових намаз, мы видим, в мечетях, которые в прошлом году еще не ходили. Конечно же, это все хорошие тенденции, которые нас радуют. Исадул Аджо, в прошлые годы были случаи, когда велись определенные споры касательно первого дня праздника. В связи с чем вообще возникают подобные разногласия и как определяется первый день праздника? День праздники, все веслами и все наши мероприятия, все наши праздничные дни и ночи определяются по Луне, по лунному календарю. Соответственно, Луна, так как не появляется во всех точках Земли одновременно и может быть увидена только в одном месте, возникает эта проблема. То есть мы, увидев Луну в первый день, становимся свидетелями рождения Луны, воочию увидев ее, тогда как наши соседние регионы могут этого не увидеть. И значит, для нас Рамазан начался, а для них как будто бы Рамазан еще не начался. Это была тактика средневековья, и каждый держал пост тогда, когда он увидел Луну. Это совет пророка, он так нас научил определять месяц. Но в рамках 21 века, то есть в тех условиях, в которых мы сегодня живем, в технологическом прогрессе, мы понимаем, что есть понятие телевидения, есть понятие интернет, по которым очень быстро распространяется эта информация. Соответственно, часть мусульман в мире хотят добиться единства в праздновании, единства в начинании, единства в заканчивании месяца Рамазан, чтобы все мусульмане мира одновременно праздновали праздник, все мусульмане мира одновременно выдвигались в хадж, понимая, что хадж такого-то числа, а не относительно. У нас раньше начался месяц Зульхиджа, у них позже. Но, к сожалению, есть люди и страны, которые не хотят, к сожалению, приходить к какому-то единству. То есть они говорят, если у вас раньше началось, пожалуйста, празднуйте раньше, у нас началось позже. И на основании этого возникает разногласие, к сожалению. Аль-Хамбулла, в этом году все те страны, которые могли бы сказать, что месяц еще не начался, сказали, что да, он начался, и мы вместе начали. И шааллах, и праздник у нас пройдет тоже вместе. Почему мы заранее определяем дату праздника? Бывают часто эти вопросы, я хотел бы сразу на них ответить. Луна – это небесное тело, созданное Аллахом и двигающееся по определенному правилу. Это не какое-то хаотическое самопроизвольное тело, которое движется по какому-то своему разумению. Нет, это небесное тело, которое движется по установленному Аллахом закону. Об этом Аллах говорит в Куране. Аллах говорит в Куране, что у месяца, у Луны есть определенные стоянки, у него есть определенный план, по которому оно движется. Нам, людям, нужно просто изучить это. Что и произошло в 21 веке. Луна изучена стопроцентно, движение Луны. Это очень особое небесное тело. Ввиду того, что оно вращается вокруг Земли, и Земля сама вращается вокруг своей оси, бывают ситуации, когда Луна бывает увидена всего 10 минут, и только в одном небольшом таком пространстве. То есть небольшая такая территория Земли видит ее в первый раз. И вот из-за этой разницы возникают, к сожалению, разногласия. Мы сторонники духовного мусульман Крыма, сторонники того, что если где-то в мире в одном месте была увидена Луна, все остальные мусульмане принимали свидетельства этих людей, и вместе с ними праздновали и Рамазан, вместе с ними начинали отчет хаджа, вместе с ними начинали отчет праздников. Но, опять же, я повторюсь, есть люди, которые этого не хотят, и, к сожалению, возникают разногласия. Эмира Сануджам. На сегодняшний день и Ораза Байрам, и Курбан Байрам – это выходные дни в республике. Мы помним, как было раньше, собственно, в вузах, в школах, в каких-то государственных учреждениях. В принципе, мусульманам разрешали не приходить в этот день, но, тем не менее, был определенный дискомфорт, потом нужно было там что-то отрабатывать, догонять. Сейчас же и на главные христианские праздники, и на главные мусульманские праздники вся республика отдыхает вместе. Почему для нас важно чувствовать сопричастность к друг другу? Ну, раз мы живем все в одном обществе и стремимся к одной общей цели – жить вместе, во благе, в мире, в процветании, трудиться на этой земле, то, естественно, мы все должны уважать друг друга. Каждая конфессия, каждая национальность или народ должны уважать друг друга. Каким образом появляется уважение тогда, когда мы лучше узнаем друг друга? И, естественно, что эта традиция проявляется также и в том, что на государственном уровне или на республиканском уровне эти праздники, которые являются особенными для каких-то определенных национальностей или религий, конфессий, они становятся достоянием всех. Так мы лучше узнаем друг друга, культура наша соприкасается. Когда мы узнаем друг друга лучше, стремимся сделать что-то хорошее друг для друга, то таким образом, естественно, и появляется взаимное уважение, и мы стараемся трудиться на благо все вместе ради одной цели жить в мире на этой земле. Спасибо большое. Таким уникальным культурно-благотворительным проектом стал «Шатер Рамадана», который организуется усилиями Духовного управления мусульман города Москвы при поддержке Духовного управления мусульман Российской Федерации, при поддержке правительства города Москвы. В рамках этого проекта осуществляется целый комплекс различных мероприятий. Давайте сейчас посмотрим сюжет, как работает «Шатер Рамадана» в Москве, на Поклонной горе, и вернемся в нашу студию. Шатер Рамадана в 12-й раз открылся на Поклонной горе возле Мемориальной мечети в Москве. Здесь собрались все желающие, вне зависимости от веросповедания и национальности, чтобы разделить ифтар. Ведь месяц Рамадан – это месяц прощения и совершения добрых дел. День Крыма в шатре Рамадан. Красиво украшенный шатер собрал внутри себя более 500 гостей. Неудивительно, ведь здесь веселые компании, полные столы национальных блюд, сладости, привезенные из Крыма. Что еще нужно для отличного настроения во время ифтара? В Дне Крыма в рамках ежегодного мероприятия «Шатер Рамадана-2017» принял участие муфти Крыма Хаджи Эмир Али Аблаев. Муфти выступил перед собравшимися с приветственной речью, отметив, что «Шатер Рамадана» – это площадка, объединяющая за одним столом мусульман и гостей Москвы, независимо от национальности и цвета кожи. «Бурадаки yaşayan, Масква'dа yaşayan, Крым татарары için, 2-3 кеме yapmak istedim. Бурадаки 15-11 годы, Масква'dа yaşarsınız. Амадансквы, Крым татарары, Масква, Масква дам. В свою очередь, первый заместитель председателя Совета Муфтиев России Рушан Аббясов поблагодарил муфтия Крыма Хаджи Эмирали Аблаева за участие и вручил ему памятный подарок. Культурные программы украсили своим выступлением заслуженные артисты Республики Крым Рустем Аббельтаров и Зера Кинжикаева. Затем перед всеми с приветственным словом выступил имам Хатыб Московской мемориальной мечети Шамиль Аляудинов. Отметил, что мусульманам всего мира и Крыма просто необходимо проявлять человечность и быть добрее и терпимее друг к другу. Очень важно каждому жителю Крыма, и в том числе крымским татарам, каждому из них понять, что, став частью России, они получили стократное преимущество, тысячекратно, возможно, большее преимущество для своего будущего. И здесь они должны почувствовать ответственность, что этими возможностями во благо будущего они должны, обязаны, созидательно воспользоваться. Из Крыма торжественный ужин Ифтар посетил и председатель общественной организации Комитет крымско-татарской молодежи Аслан Смирнов. Будем получать опыт от проведения данного мероприятия с целью реализации таких мероприятий в Крыму. По словам организаторов Шатра, подготовка к Шатру Рамадан длится 11 месяцев в году. Отмечают значительный вклад волонтеров, количество которых ежедневно составляет около 60 человек и, конечно же, организаторов из Крыма. Вот сама подготовка, да, она, наверное, можно сказать, была еще более такой глобальной, потому что представители, организаторы от Крыма, да, они приехали к нам чуть-чуть ли не в первый день и начали вот спрашивать, а как вот здесь, а как вот тут, а как здесь лучше сделать. То есть видно было, что организаторы, они на самом деле люди, которые переживают за свой народ, переживают за то, чтобы мероприятие их прошло на хорошем уровне. Мы что-то подсказали, они, ну, действительно, вот по уровню, там, можно сказать, что они все подготовили, привезли там что-то с Крыма. И мы сегодня организовали этот вечер Шатер Рамадана совместно с Духовным направлением мусульман Российской Федерации и Московской области. Я считаю, наш вечер прошел на ура. В конце Ифтара гостям Шатра продемонстрировали фильм о Крыме, о культуре и традициях крымских татар. А танцоры ансамбля песни и танца хайтарма Севиль Иминова и Рустем Селеджанов подарили всем неповторимую хайтарму. Гости Шатра Рамадана поблагодарили организаторов за теплый прием и угощение. Я в этом году в первый раз на Шатре. В прошлом году я был у вас, у крымских татар, у нагайцев был, у кумыков был, ну, еще нескольких организаций был. Понравилось мне сегодня, я знаю, что организация, которая организовывала это мероприятие, молодая. Да, и для первого мероприятия было сильно на самом деле. Понравился плов больше всего. И ваши люди очень встретили хорошо, и приятно было с ними пообщаться. Я приехал из Карачаева, Черкесии, из города Карачаевск, по национальности карачаевец. И мы как братские тюркские народы с крымскими татарами всегда рады приходить на подобные мероприятия, как Шатер Рамадан, уже второй год мы сюда приезжаем. Ну, крымские татары нас пригласили в первый раз, ну, очень понравилась сама атмосфера праздника вот этого. И то, как нас встретили, покормили, приятные разговоры были. Чаще встречаться, чаще общаться, развивать свой народ, думать о своем народе и не ссориться, самое главное. Как-никак это месяц Рамадан, и люди верующие, они, как правило, ходят и общаются ради того, чтобы поддерживать друг друга. Я еще раз хочу использовать случай, поздравить все мусульмане мира, и особенно мусульмане Крыму, с наступившим про этот месяц Рамадан. Желаю, что этот месяц будет причиной, это будет как переход в жизнь, чтобы они помирили друг друга, любили друг друга, уважали друг друга. Стоит отметить, что день Крыма в шатре Рамадана 2017 в Москве был проведен Духовным управлением мусульман Крыма и города Севастополя при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. Культурно-благотворительный и просветительский проект «Шатер Рамадана» будет действовать до окончания поста. Пусть каждый из нас очистится душой и телом в этот священный месяц Рамадан. Аллах примет все наши молитвы и благие деяния. Мухаммед Уджа, как мы уже услышали, в 12-й раз собирается «Шатер Рамадана». Как Вы можете оценить значение такого проекта, если я с позволения сказать? Как предмет на ДУМК участвовал в работе «Шатера Рамадана»? Ау-зубилляхи мина шайтана рожим бисмилля и рахмян рахим. Конечно же, каждый народ имеет свою историю, имеет свои традиции, имеет свой язык, имеет свою родину. Карымские татары тоже не исключение. И очень было важно поехать и показать другим народам России нашу культуру, наш язык, наши адеты, которые, значит, способствуют сохранению нашего народа, консолидации нашего народа. И я считаю, что очень важно это. И надо участвовать во всех таких проектах, популяризировать, скажем так, наш народ, нашу культуру, наши традиции, больше задействовать молодежи нашей, чтобы молодежь не отрывалась куда-то в сторону, а была тоже участником всех проектов этих, да. Мне, например, очень понравилось, и я думаю, что впредь тоже представители нашего народа, не роняя лицо и честь, а еще с более высокой маркой, будут участвовать. Ну, как мы увидели сюжет, у нас хорошо получается. Артур Бей, дни неумолимо нас приближают и ко времени хаджа. Организация хаджа — это огромная, кропотливая работа. Как в этом году был построен процесс и какие новшества ждут паломников? Ну, слава Богу, мы уже не первый год работаем в сфере хаджа. Уже в 2014 году я лично сам работаю, так, в Духовном управлении Восемьян Крыма. С начала возвращения на родину начали организовывать отправку людей в хадж. Но в этом году у нас новое новшество. Это мы сами, как Духовного управления мусульман Крыма и города Севастополя, сами организовывают полностью от А до Я хадж. Наши паломники полностью будут организованы им хадж со стороны Духовного управления Севастополя Крыма. И, конечно же, мы знаем, чувствуем наших соотечественников и знаем, что они хотят. И поэтому, думаю, надеюсь, в этом году мы им организуем хадж, который им понравится. И всегда будут говорить о нас о хорошем. А откуда будут вылетать паломники? Наши паломники, зная то, что экономическое или материальное состояние у каждого разное, и поэтому мы для паломников приготовили семь видов турпакета. Какая-то часть будет вылетать из Симферополя, какая-то часть будет выезжать на автобусе за счет турфирмы до Краснодара на автобусе. А с Краснодара уже будет вылетать дальше. Понимая то, что у нас в Симферополе аэропорт заблокирован, он находится под санксами, надеемся, что в ближайшие годы и в ближайшие дни это разблокируется, и наши паломники не будут мучиться. К сожалению, паломники тоже в каком-то роде ввели в этот круг политики. Мы просили власти Саудеи, чтобы, как разрешили нашим самолетам, вылететь прямо из Симферополя. Но мешалась политика опять. Ну да, конечно же. Поэтому выход всегда есть. Наши паломники вылетят из Симферополя на материк. С материка уже дальше путь продолжат в Саудию. Также какая-то часть выйдет из Симферополя на материк в Краснодар, и из Краснодара уже вылетят в Саудию. Вы подчеркнули, что организация хаджи здесь в Крыму находится полностью в ведении, в ответственности Духовного управления мусульман Крыма. Однако некоторые крымские структуры, также духовные, они высказались касательно того, что это не очень справедливо. Как Вы считаете, почему важно сосредоточить этот процесс именно в одних руках? Вы знаете, что у нас Духовное управление мусульман Крыма как единственная структура в Крыму, больше другой структуры нет. Официально и глава республики это сказал, и другие структуры сказали, что именно Духовное управление мусульман Крыма, и город Севастополь, который находится на Курчатова, 4, представляет интересы мусульман Крыма. И поэтому, так же и как отдел организации хаджи работает над организацией хаджи для мусульман Крыма. Мы даже буквально недавно написали письмо на имя Умаханова о том, что некоторые туроператоры пытаются войти в Крым, и мы предупреждаем их о том, что это может оказаться плачевным. Некоторые сектанты или некоторые лица, которые могут повлиять или показать с плохой стороны мусульман, могут выехать, не зная об этом Духовного управления мусульман Крыма. И поэтому было, как сказать, и наши двери открыты всем. То есть мы этим структурам, которые вы упомянули, всегда говорим, приходите, наши двери открыты. Мы не разделяем между белыми и черными, все могут, мусульмане Крыма, все могут поехать в хадж от Духовного управления мусульман Крыма. — Приходят? — Ну, в прошлом году никого не было. И вот такие вещи написали в интернете про нас, что мы в таком труде сделали монополию. Нет, мы везде официально говорим, и наши двери открыты. Мы готовы помочь. Слава Богу, все едут в хадж, и никому не было отказано в поездке в хадж. Кто пожелал поехать в хадж, приходит, записывается, и мы ему получаем визу и организуем поездку в хадж. — Исидологи. — Мы должны понимать, что это мировой опыт. То есть это не наша прихоть крымских мусульман, да. Это мировой опыт, в котором мы видим, что на Умру, организовывать Умру могут многие фирмы частные. Но когда речь идет о хадже, государства стараются создать либо государственную фирму, которая будет заниматься хаджем, либо какую-то фирму частную дать полностью ей всю лицензию, чтобы она занималась одна хаджем. Потому что вопрос хаджа очень щепетильный. Человек всю жизнь копит на это свое поклонение. Это является одним из пяти столпов его веры, ислама. И поехав в хадж, он этот столб притворит в жизнь. И человек всю жизнь старается копить к этому и идти. И если у него сорвется хадж ввиду какого-то шарлатанства, либо каких-то манипуляций, ну никто не сможет понести ответственность перед Аллахом за это событие. Поэтому все уважающиеся структуры и государства, они отдают хадж в одни руки. Поэтому и в России то же самое. Сегодня в регионах России, там, где занимается несколько туроператоров, мы видим, возникают вопросы и проблемы. Но там, где есть централизованные религиозные организации, обычно есть один туроператор, хадж-оператор, который занимается именно вот этим процессом. И мы видим успех этих организаций. Там везде, где есть несколько организаций, к сожалению, происходят негативные последствия. И здесь нет проблемы с каким-то вот узурпацией всего в одних руках. Ни в коем случае. Здесь рыночная экономика и все формируется относительно рыночной экономики. Потому что если в соседнем регионе можно улететь за полторы тысячи долларов, грубо говоря, в хадж, понятно, что с Крыма люди за две с половиной тысячи не полетят. И понятно, что все хадж-операторы, они стараются удержать определенную какую-то одну цену, максимально приемлемую и достаточно экономически обоснованную. Поэтому попытка ввести в Крым каких-то новых операторов – это не что иное, как раскол. Мы как духовное управление обращаемся к нашим людям, к мусульманам Крыма, чтобы они не поддавались на эти провокации. В конце концов, как сказал Артур Раджа, все все равно будут проходить через духовное управление мусульман Крыма. В любом случае вся квота выдается на духовное управление мусульман Крыма. И все вот эти обещания какие-то, какие-то обещания бесплатных квот, какие-то обещания дешевой цены, они могут закончиться тем, что либо человек потеряет вообще все деньги, либо он просто не сможет уехать в Хадж, потому что ему не поставят визу, потому что виза будет ставиться опять же в согласовании с духовным управлением мусульман Крыма. Я здесь еще хотел бы заметить, как Солоджи напомнил, на самом деле в России очень много аферы, те, кто пытаются с Хаджа заработать деньги. И они под поводом того, что очень дешевый турпакет, собирают деньги, а потом в конце оказывается, что человек не туда заплатил. И того человека, которому он заплатил, его не находят. Поэтому я советую нашим соотечественникам, нашим мусульманам Крыма не доверять таким аферистам. Есть у нас официальный туроператор, у которого есть лицензия, полученный от Ростуризма. И официальный мусульман Крыма является лицом этого туроператора. Я думаю, стоит доверять. И не идти за дешевыми турпакетами в конце оказывается, это плачевно для них. Были случаи, когда люди долетали до Дубаев и дальше не могли никуда уехать, потому что их турпакет основывался на одном рейсе до Дубаи. И все остальные деньги человек оставлял себе, исчезал с поля зрения, его никто не мог найти. И люди как-то пытались вернуться с Дубаев обратно, потому что у них визы неофициальные, ненастоящие и так далее. То есть они даже в Саудовскую Аравию попасть уже не могли. Поэтому нужно быть бдительным. Да, паломникам нужно проявить действительно максимальную бдительность и ответственность. Руслан Бей, Руслан Уджа, вот в нашем основном сюжете и в нашем сюжете, который касался деятельности шатра Рамадана, очень подчеркивалось значение ифтара. Какое морально-нравственное, духовное значение имеет ифтар в этот священный месяц? Ну, во-первых, хотел всех поприветствовать, наших зрителей, сказать салям алейкум, пожелать хорошего, благородного празднования у Роза Байрам. Хотелось бы попросить обратить внимание на соседних детей, если они оказались в такой ситуации, что их некому поздравить, чтобы эту инициативу взяли на себя. А что касается ифтара, здесь наилучшими словами, можно сказать, словами пророка, где он сказал, что у верующего во время того, когда он начинает кушать во время разговения, у него две радости. Это в этот момент принятие пищи, и второй — это судный день, когда он встретит награду за то, что он продержал пост. А с точки зрения, то, что своя рубашка ближе к телу, мы привыкли рассуждать мерзкими мерками. Тот, кто у Роза не держит, ему радость ифтара понять немножко тяжело. И поэтому осталось два дня, еще есть шанс те, которые хотят эту радость почувствовать, хотя бы какую-то вот такую маленькую галочку, которая называется «Я рабби меня продержал два дня», мобилизоваться и продержать, и почувствовать вкус ифтара. Гуль Сумуджа, какое значение в целом имеют наши религиозные и национальные праздники в культуре нашего народа? Басмедар, Ахмад Ахим. Естественно, когда мы рассматриваем культуру и религию, мы должны понимать, что для нас это действительно нечто целое. Потому что оно все взаимосвязано, взаимопереплетается. Религиозные праздники для нашей культуры испокон веков уже так заведено, что в нашей традиции существует два великих праздника. Это Ораза Байрам и Курбан Байрам. Естественно, в традициях каждой семьи тоже заведено, что празднованием должно необходимо, по крайней мере, уделяться особое внимание. Это особенно касается и детей, потому что подрастающее поколение – это то, на что будет основываться опора в дальнейшем, в будущем. Поэтому необходимо всегда быть очень внимательным в данном вопросе, уделять должное внимание этому вопросу. Да, пожалуйста. А можно я тоже добавлю, да, чтобы, вот, знаете, правильно сказала Ожамус, чтобы ребенок с детских лет понимал значение этого праздника. не только ждал новогодний подарок под елочкой, а в первую очередь ждал тот подарок, который, продержав у разу, пусть это бажат так символически, мы же тоже приобщаем маленьких детей, да, там полдня, несколько часов, ближе к ифтару, и это закладывается, понимаете, у ребенка с молоком матери традиция, что он мусульманин, крымский татарин, он воспитывается на этом. И, конечно же, вот сказать хотел, что дарите своим детям подарки, не только своим, чужим тоже, чтобы они радовались, чтобы они ждали этот праздник, чтобы этот праздник у них был в сердцах наивысшей степени. И вырастив, о том, став папами-мамами, они тоже продолжали эту эстафету. Исадула Уча, сейчас в социальных сетях очень активно обсуждается вопрос, связанный с новым праздником, с необходимостью, да, якобы ведения нового праздника, а в детку, но, ну, как это всегда бывает в социальных сетях, там все на грани передергивания фактов, там какие-то политические спекуляции, как всегда, активизируются. Но если посмотреть на этот вопрос непредвзято, насколько в этой идее здравого смысла и насколько эта идея актуальна сейчас? Ну, идея со днем возвращения, она не новая, и не сегодня ее только предложили. Эта идея давно уже звучала, и она звучит периодически. И звучит из уст молодого поколения, которое говорит, да, была дата, когда мы пострадали, когда весь крымско-катарский народ был выслан. Это траурная дата. Но мы вернулись, и нам есть чему радоваться сегодня. Может быть, создадим ту дату, внесем ее в наш календарь, когда мы будем и радоваться тому, что мы вернулись обратно, и у нас целая огромная впереди работа по созиданию, по строению нашей Родины опять, нашими же руками. Этот процесс общения, этот процесс обсуждения, я считаю, очень даже нормальный, природный, и так психически на него реагировать истерически не нужно. Если кто-то считает, что это в его личных руках, и только он имеет право что-то устанавливать, либо не устанавливать, это ошибка. Народ является основой всего. Желание народа, чаяние народа. Если в народе созреет, то, что это нужно, никто не сможет это восстановить. Народ как-то это выразит, и это будет. Если народ еще не созрел, я считаю, судя по прениям, которые происходят, нужно еще немножко времени. Идея сама, в принципе, нормальная, но значит, судя по тому, как идут прения, нужно немножко еще и обсудить. Потому что, когда обсуждалось с молодежными организациями в предыдущем периоде, эта мысль, родилась новая мысль. Байрахкуну, день национального праздника, который многие страны, многие народы празднуют, и ничего здесь нет. То есть это нормальный праздник. И эта мысль, возвращение, день возвращения, была выражена в виде дня праздника флага с национального. Но это не значит, что празднуя день национального флага, мы не будем больше ничего праздновать. Поэтому еще раз повторяю, если народ созреет к этому, и народ захочет этого, никто не сможет перед этим устоять. И вот эти истерические заявления, что всего же в наших руках, и только мы захотим, тогда все будет, это просто уже детский лепет, и как-то нужно быть поскромнее, и нужно все-таки прислушаться к тому, нужно это народу или нет. Устал ли народ, может сидеть в окопе, или народ хочет немножко смотреть вперед, развиваться как-то, и сбросить с себя оковы времени, оковы истории, не забывая о них, ни в коем случае. Мы никогда не забудем эту историю. Она всегда будет жить в наших сердцах, но мы не можем сидеть с камнем за пазухой и постоянно ожидать каких-то этих. Мы должны развиваться, мы должны смотреть вперед, мы должны наших детей, по крайней мере, научить созидать что-то, чтобы они уже учили своих детей тому же самому. Эмира Сануджи, а как Вы считаете, наша молодежь современная, она достаточно активна в плане созидания национальной идеи, возникновения вот такой идеи, создания нового национального праздника, это критерий того, что все-таки наша молодежь, она растет осознанно? Конечно, будущее каждого народа непосредственно связано с молодежью, потому что упустишь молодежь, упустишь будущее народа, и поэтому воспитание молодежи надо придавать первостепенное значение. Поэтому Духовное управление мусульман Крыма и в его структуре наша медресия, Азовская медресия исламских наук, конечно, старается всегда прививать своим учащимся не только религиозной дисциплины, но и какие-то культурные традиции, в том числе изучение национальной истории, своего родного языка и так далее. Ну, это вклад нашего медресия. Также, конечно же, у Духовного управления, об этом лучше расскажет Руслан Уджа, многосторонняя деятельность по образованию, воспитанию нашей молодежи. Ну и кроме этого, и эта деятельность, деятельность других организаций, которые работают на благо нашего народа, в том числе работают над молодежью или с молодежью, приносят определенные плоды, и мы чем дальше, тем больше видим, что молодое поколение, оно все более приобщается и к духовным ценностям, традиционным для нашего народа, к мусульманским ценностям, и вместе с тем проявляет более активную позицию, то есть принимает, сами принимают участие в развитии нашего языка, в привитии его нашему народу, в проведении каких-то определенных мероприятий, или в помощи более старшему поколению, скажем так. И вот мы видим, вот на протяжении Рамадана, то, что вот в Москве прошел шател Рамадан, там молодежь, волонтеры оказывали свою помощь. В Крыму во многих местах, в самых отдаленных селах проходили ифтары. Вот организуется скоро уже праздник, Ураза Байрам. На праздник тоже организуются различные праздничные мероприятия, в том числе для детей, для того, чтобы они почувствовали, что это один из важнейших праздников для нашего народа. И во всем этом активно участвует молодежь и молодежные организации. И поэтому я думаю, что дальше эта тенденция, она будет возрастать, усиливаться. Мы все надеемся на это и будем прилагать усилия, в том числе и как медресе, и как духовное управление, я думаю. Гульсумыча, а вы какие-то деструктивные проявления в среде молодежи видите, наблюдаете? Ну, сказать так конкретно, деструктивные. Конечно же, хочется верить, что такого никогда и не будет. Но то есть молодежь, в принципе, должна быть направлена на позитив, направлена на то, что осознанно относиться к своей деятельности. Если что-то начинает она делать, то перед собой ставить определенные конкретные цели. И самая главная цель, естественно, это благо, благо всех окружающих. Мухаммед, в продолжении этой темы, все-таки не могу этот вопрос не задать, наш мир очень сложный, очень такой комплексный, активно идут процессы глобализации. Такой процесс, как защита прав человека, она достигла сейчас такой степени, когда защищаются и, собственно, пропагандируются такие ценности, которые далеки от наших традиционных представлений. Тем не менее, в нашей среде тоже растут такие проявления, как вещизм, мещанство, на этом фоне вот какой-то китч своего рода образовывается. Но наши, скажем, традиционные ценности, наша религия, наша культура, наша вера, история наша – это основа нашей нации. Собственно, как нам строить будущее в соответствии с нашим традиционным пониманием? Мин, бракосос, ана тэлемдеде айтмаздейм, чунки біз епіміз, умут етеміз, милетиміз, ана тэлемізде даа да зиаде сойлецек. Ербір ерде біз, инсанлары тэшвик етеміз, ана лдэ лафетмек, унутманыз. Бутон милетлер, сіз керчин о тарафына барыныз, Шымалы, Фавказға, ефачық-ефачық милетлер бар, еки бин сайысы, уч бин, олар епсі, ана тілерінде, лафетелермен шашам не үчін, бізім халқымыз ана тілінде лафетмей. Элбеті қабаат бізде, епімізде. Епімізде, бұл тек марифчелерде дегіл, тек ойжаларда дегіл, ана бабаларда, қар бабаларда, биталарда, ондан сонра, ондан сонра, бізім адетлеріміз, бізім адетлеріміз, бұтын адетлеріміз, исламдан шықа, динімізден шықа, аналарға, бабаларға сайғы пөстермек, динден. Қоншы аққы, сойсоп аққы, насыл етімлерге давранмақ керекіміз біз, асыл, ұзынден бұйық инсанларға, үшкенелерге мерамет етмек, бұтын шейлер, бұллар динімізден шықа. Елбетті, глобалны, бұл дүниада, тұрлы-тұрлы, бізге, үрегімізге, лайық олмаған шейлер ола. Ама, бізлерде, насыл, біз оғырінмек керекіміз бұй, яны формацияда, милетімізі, халқымызы, динімізі, тілімізі, ватан севгісіні, әршиіні комплекс оларақ, ұна мен, не айтам, халқ, қырымлы халқ, күрмтатар халқы. Иште, бұқ күрмтатар халқыны, қорчаламақ, яны формацияларда, яны условияла арда, яны усулерде, оны түшініп, елбетті, яшларға мен, мұраджат, әтем, үшекінменіз, ана тілінде, лафетініз. Белкім, бірінжіден, бір соғызын, башқа тілден, қошарсыз, ама, барым, сөйленіз. Екінжіден, жамеге ұтанған, да, ічбір заман кемеген, инсанларығарымыз, біз қол ұзатамыз, жамелеріміз, еркес үшін ачық. Біз сізі, хош келдіңіз деп, сефа келдіңіз деп, беклейміз. Аслы, жамана, шынай әркен кішлер бар мұ? Біз, милетімізде? Ама, шукурлер олсун, рабымызге, мен, білесіңіз, аға, мен сәвінем, күн-күнден саймыз, да, да, милетімізде. Да, милетіміз актив, милетіміз ватанда, яшай, ватануны севе, діныны севе, адетаны севе, тылыны севе. Яваш, яваш, азрерді башхам милетлердайын, біз, үшін айрк, үшін егі, бетімізі джоймадық, ве джоймадық, иншаллах. Руслану, жа, ну, все-таки, продолжение этой темы, как нам сохранить духовность и традиции в современном мире? Вы знаете, не на 99, а на 100 процентов это неизбежно, что любой народ, он будет сохранять, работать над тем, чтобы сохранять свои традиции. Ну, как духовный деятель, да, могу сказать, что нравственность, она регулирует область формирования желаний, правильно? А разум уже идет к нему по пятам, то есть, куда прикажут желанию, туда идут. Так вот, разве, вот мы часто говорим о развитии, об экономическом развитии, там, о культурном развитии и так далее. Вот просто вопрос себе и зрителям, да, возможно ли любое развитие, когда бытует в виде нормы, алчность, зависть, депрессия, да, тщеславие и так далее? Невозможно. А этими вопросами кто-то же должен заниматься? Не может быть такого, чтобы этими вопросами никто не занимался, понимаете? И, коль это необходимо, а сегодня, если говорить о сфере образования, да, школы, мы видим, насколько учителя, выкладываясь, все же не успевают именно нравственную сторону подтянуть так, как бы им хотелось. И вот здесь вот как раз-таки и показывают свое богатство наши традиции, наши религии. Она подхватывает нашу нацию и говорит, нет, вот здесь вот алчность это вот так, а вот здесь вот зависть это вот так. И человек начинает внутри себя впервые сталкиваться с этими понятиями и становиться лучше и лучше, а иначе никак. У нас сегодня такая очень молодая аудитория. Давайте спросим у наших гостей сегодня, собственно, как сохранить нашу идентичность, как сохранить наши традиции, вот мы сегодня со спикерами говорили, в соответствии с теми условиями, которые нам диктует время. Вот давайте, наверное, с вас начнем. Для начала хочу всех тоже поприветствовать. Дело в том, что с каждым годом мир меняется, прогресс и так далее, и так далее, и наш народ должен как-то соответствовать, и есть такой вопрос, как нужно сохранять наши традиции, как не потеряться в этом мире. мы должны со своей стороны, со стороны молодежи, делать все зависящее от себя, как правильно говорили, в первую очередь научиться разговаривать правильно на русско-татарском языке, знать свою религию. Да, может быть, изменения будут неизбежны, но мы должны прогрессировать, то есть, может быть, что-то новое добавить, я не знаю, что-то новое учитывать и так далее. Давайте передадим слово на нашим представителям сильной половины общества. Пожалуйста. Микрофончик ближе. По-моему, на самом деле не должны забывать о наших старых традициях, но и должны как бы придумывать, что ли, развивать новые традиции, чтобы были плоды в будущее. так, в принципе. Гульсу Муджа, вы все-таки очень активно работаете с детьми, я так правильно понимаю. Все-таки воспитать достойное поколение это основная задача общества. Как вы считаете, какими критериями нужно пользоваться прежде всего в выполнении этой задачи и что в этом процессе представляется самым, наверное, сложным? В первую очередь, когда человек ставит перед собой задачу научить кого-то, он должен учитывать в первую очередь и свое состояние, то есть заниматься самообразованием. По достижению определенного уровня в данном направлении уже можно передавать, передачу опыта осуществлять уже подрастающим поколениям и тем, кто не обладает таким уровнем. При Духовном управлении мусульман Крыма активную деятельность ведет такой просветительский проект, как Файдаулы и Лим. В рамках данного проекта практическую деятельность осуществляет более 50 учителей, а если быть точнее 57 преподавателей, которые обладают высшим исландским образованием, помимо этого и педагогическим образованием, и организовываются курсы в формате факультатива воскресных школ, куда приходят дети получать образование не только религиозное, но наравне ставятся еще и вопросы культуры, то есть обучить ребенка всему необходимому, то, что даст ему определенный стержень, способствует его духовному становлению как личности в будущем и так далее. Определенные сложности, если говорить о сложностях, то всегда необходимо пополнять запас вкладе своих знаний, естественно, чтобы было чем делиться с поколением. В рамках нашей дискуссии сегодня просто не могу не спросить о главной стройке, которая ведется у нас в городе Симферополе. Насколько сейчас продвинулись работы, это связано со строительством соборной мечети, и соответствуют ли собственно работы тому графику, который был ранее определен? Да, альхамдулиллях, процесс идет по плану, бетонопроизводящие заводы не успевают готовить для нас бетон, стройка идет с такими темпами, не знаю, не буду говорить ответственно, но, наверное, не видел Крым таких темпов стройки, как сейчас идут сейчас по Крыму везде, и наша мечеть, наверное, одна из лидеров, потому что приезжая через день на строительный майданчик, путаешься, была ли эта колонна вчера или нет, или был ли этот этаж вчера залит или нет, то есть с очень большими темпами все делается, альхамдулиллях. Административное здание и здание гостевого дома давно уже готовы, то есть бетонная часть здания готова, речь идет об утеплении, об отделке, а сама мечеть, если вы видите, то есть в соцсетях мы стараемся активно это все показывать, и на нашем сайте выкладываем новые фотографии, свежие. Мечеть состоит из двух частей, это подкупольная часть, закрытая, и открытая часть, то есть двор, огражденный стенами с маленькими куполами. подкупольная часть залита ноль, а у стен, которые будут, уличная часть, стены уже подняты до конца, то есть стены уже подняты, и уже идет речь о построении макетов под маленькие купола. И я уверен, что в течение нескольких месяцев подкупольная часть тоже догонит эту сторону, потому что очень большими темпами все делается. Фирма, работающая на строительстве мечети, профессионалы, понимают цену времени, понимают цену данного слова, понимают, кто курирует строительство, и насколько это важно сегодня для государства, для мусульман Крыма. И, аль-хамду-лях, я бы дал бы отличную только оценку тому, что происходит. Все происходит в согласовании с духовным управлением. Все идет по проекту, который был заранее, еще в старый период подготовлен, прошли некую классификацию эти проекты. То есть был конкурс, на этом конкурсе выиграл один проект, он был немножко доработан. Все в соответствии этого проекта и делается. Поэтому часто слышим от соотечественников вопросы, поменялся ли проект, будут ли какие-то изменения в самом стиле мечети. Еще раз объявляю, что никаких изменений нет. Тот конкурс как бы прошел, так и прошел. Все актуально, победитель актуален и его же проект сегодня реализуется. Есть некоторые конструктивные изменения, которые никак на внешний вид мечети не сказываются. Эти конструктивные изменения нужны с технической стороны из-за того, что меняются некоторые вопросы технического характера. Поэтому это наша огромная радость. Мы каждый день, еще раз я повторяю, если хочешь зарядиться позитивом, просто едешь на Ялтинскую 22 и понимаешь действительно, что мирный стоит на месте и как все меняется и как все в ближайшее время будет красиво. Руслан, опять-таки, такой вопрос очень острый. На протяжении многих лет здесь, в Крыму, тиражировались все-таки такие сектантские мусульманские структуры. И вот сегодня мы опять-таки говорили, что существует, я не знаю, правомерно так говорить или нет, оппозиция духовного управления мусульман Крыма, то есть те структуры, которые, собственно, не разделяют ту деятельность, которую ведет духовное управление мусульман Крыма. Однако, возвращаясь к тому вопросу, который мы сегодня нашим телезрителям задали, существует ли какая-то угроза, скажем, религиозному расколу, скажем так, в крымск-катарском обществе? Такая угроза есть или ее нет? На мой взгляд, такой угрозы нет. Все до этого присутствующие какие-то конфликты глубинные и так далее, они уже перегорели. Вспоминаются слова пророка, алейхиссалям, где Мухаммед с Аллахом сказал, если человек дорос до попреклонного возраста, то это самый лучший подарок ему от Аллаха. Я анализировал этот хадис, и в голову пришла такая мысль, что с возрастом человек анализирует, что он делал. И сегодня те, о которых вы говорите, если они вчера были постоянно в центре, ощущали себя в центре какого-то раскола, в центре какого-то конфликта, но это же намаз халхан инсанат, поразат ханинсанат, да? И с возрастом постоянно идет внутренний анализ. Нельзя сказать, что ихняя совесть, наша совесть где-то оказалась в заточении, и уже во многих регионах я наблюдаю такую ситуацию, где эти люди взрослее-взрослее начинают понимать, что не надо быть фабрикой проблем. Не надо быть. Нужно созидательно и конструктивно двигаться вперед. И те, которые нашли в себе силы бывшему восприятию ислама и мировоззрения сказать «нет», очень быстро меняются и идут вперед. И даже многих встречал, которые по ночам делали то в бе, что так себя вели. Артур, все-таки какой залог религиозного единства, духовного единства крымских татар? Ну, посланник Салилава Салем постоянно ослучил, что мусульмане должны быть едины. В Коране очень много аятов, которых призывают, что поистине верующие они братья. И мы даже среди сподвижников были разномнения в некоторых шариатских вопросах, но никогда в жизни никто не поднимал руку либо словами, говорил против другого из подвижников. Постоянно они были едины, поэтому всегда надо быть едиными. И духовное управление мусульман Крыма всегда работало, чтобы объединять мусульман, не чтобы разделять мусульман. муфтебей постоянно нас учит и говорит мы все едины и наша дверь всем открыта. Пожалуйста, Забылан. Нужно понимать, что мы говорим об исламе, мы говорим о религии Аллах, человек создан на основе которой. Аллах дал распоряжение, правила, установки для людей, которые соответствуют полностью их природе. Соответственно, любое отклонение от этой природы, то есть желание внести какую-то новизну, что-то изменить, либо как-то обиграть закон Аллаха, который он установил, она противоречит природе человека. Поэтому все, что появляется, скажем, сектами мы их называем, либо какими-то отклонениями, они исторически остаются в прошлом. Все. То есть все секты, которые появлялись тысячу лет назад, они остались в своем прошлом. Что происходит? Происходит иммунная реакция организма мусульманского общества. Потому что пророк со всем своими устами сказал в Куране, это сказано, что умма мусульман не может быть вся в неправильном русле. Пророк Саллиасим сказал, что умма мусульман не может объединиться на неправильном чем-то. То есть это правило золотое, он не говорит какую-то догму или еще что-то. Это правило заложенное в природе человека. Соответственно, те правильные постулаты, которые заложены Кураном, вы спросили, что удерживает единство мусульман. Это Куран и сунна пророка Мухаммада Саллиасим. Но когда мы его понимаем поверхностно, становится меньше. Когда в Куране Аллах говорит поистине верующие братья, это не просто сухой лозунг, который все взяли в руки и бегают, но никто не может до конца взять и простить брата, который ему немножко, может, обидел, либо где-то грубо себя повел, либо ведет себя как-то самодостаточно. То есть лозунг, носимый нами в руках, должен заставлять нас действовать относительно этого лозунга. Поэтому то, что было в истории, появлялись огромные течения, создавали видимость каких-то реформ, они все остались в прошлом, все были исламской уммой, приняты, переварены и отправлены на свое место. Поэтому то, что сегодня происходит, мы знаем предпосылки всего этого. К сожалению, очень много организаций стоит за всем этим, которые целенаправленно работают над этим, потому что сегодня ислам, молодая и развивающаяся религия, есть очень много незаинтересованных в этом организации, которые стараются работать против всего этого процесса. Это с внешней стороны? Конечно, извне, но я не думаю, что мусульмане осознанно делают сами себе вред, понимая, что это вредит им. То есть какая-то часть мусульман может прислушаться к какому-то голосу извне и подумать, что, наверное, это очень просто делается. То есть человеку говоришь, а почему ты не стал лидером этого народа религиозного? Почему вот не ты? Ты же такой образованный, у тебя образование, а вот он не образованный, а он лидер. Давай мы тебе поможем стать лидером. Человек в этот момент должен, как оно обычно, он должен сказать настоящему мусульмане, скажет, лидер может быть один. Образованный, необразованный, взрослый, молодой, лидер должен быть один. И если Аллаху будет угодно, он сделает изменение, спасибо, ваши услуги мне не нужны. Но если он прислушается, а его очень нравится это, мы тебя сделаем начальником, мы тебя сделаем лидером, тебя будут слушать. К сожалению, вот на этой скользкой почве очень много кто подскальзывается, и это было исторически, то есть это не проблема 21 века, не проблема крымских мусульман только. В любую точку мира обратитесь, вы увидите то, что Руслан уже сказал, вот такой вот психологический немножко экскурс нам, это вот те глубинные проблемы, которые можно очень легко, на почве которых можно сделать так, чтобы человек подскользнулся. И, к сожалению, люди подскальзываются. Но Куран и Сунна, которые поставлены Аллахом, которые даны нам как руководство в жизни, они не отпускают нас мусульман. И большинство мусульман никогда не отдалится и не отсоединиться от этих двух основ. И я уверен, что любые противоречия какие-то, любые какие-то секты, которые возникают, они будут оценены современниками. Ахлиссунна вальджама, то есть это большинство мусульман их оценит по достоинству и поставит их в достойное место. Это происходило и исторически, и сейчас мы в одном из витки такой истории находимся, когда произошел некий упадок в 50-х годах по всему миру произошел упадок и в исламском мире тоже. И сейчас мы переживаем шок от этого упадка, мы выходим из этого упадка, то есть идет развитие исламской мысли. И когда мы выйдем на определенный этап, я думаю, все вот эти вопросы, которые возникают сегодня, они будут нас просто смешить, и мы будем говорить, вот надо же, ради чего мы разногласили, да, какие все-таки были у нас, оказывается, серьезные вызовы, а мы разногласили по таким мелочам. Артурыча. Ну, основные эти секты появляются из-за неграмотности в обществе, особенно вот в религиозной сфере. Очень часто слышу по практике, особенно в этих сектах, говорят, не слушайте его, не читайте вот эти книги, не смотрите эти видеоролики, только вот слушайте наше и читайте наше, и только ходите к нам на уроки. То есть, в каком-то роде человека зомбируют и делают так, что вот другое, то, что преподают, это неправильно. И поэтому человек как-то изолирует, и он живет как в темноте. А как мы видим в исламе, наоборот, многие ученые всегда говорят, если найдете другой довод, лучше, чем мой, возьмите его, оставьте мой там, знание-то, свет. Это вот одно и то же сейчас в этой студии, если горел бы только один прожектор, то мы видели бы только одну часть этой студии. так, когда везде освещается, мы все стороны этого помещения видим. Так же в религии, то есть, всегда надо изучать, смотреть и со всех сторон стараться читать, а не узкую только сторону мнения какого-то своего шейха или какого-то учителя, который может быть ошибочное мнение. Мухаммедовича. 20 сенеден бэлли, 19 сенеден бэлли, мен имамлы базифені япам. Бекчок шейлерге біз раслаштых. Бо, бізым жемеетимызнен бэрабер, бізым жемаатнен бэрабер, түрлі-түрлі проблемаларға оғыраған едіх. Ама, вақыт кече, еллар оте, бақасын, бұ адамлар ябаш-ябаш озын доғры позицияға, доғры еллға қайталар. Еп бір. Бізым, білесіңіз, қырым татар халқы бек мераметлі бір халқ. Бек мұсафыр севген бір халқ. Бізге чешет ұкуметлерден түрлі-түрлі миссионерлер, келедлер, псевді очалар, псевді шейхлер. Ве әркес әлбетті озын менфатыннан келеді. Абізлер әркесге қаучағымызы ачып баба айтайдық, емже айтайдық, евлерімізге давет әтейдік. Әлбетті мұнда дикатнен біз бақмақ керекіміз яшларымызға түрлі фықырлеріні ашылайдылер, айтайдылер ана тілінде әлафетме етер кесен арапча білсен яда Аллаға керек бейсенің тілін ұрфадетін оны біз ағынамақ керекімізне себептен япылайды ошылер. Ама бізлерде иммунитетімізі закрепететме күчін, қави әтме күчін, да да зияды бір-бірімізге қошылып, бір-бірімізге қол ұзатып, аға қардаш олып, ярды метіп, дұшман кебі давранмайжамыз, қардаш кебі, дост кебі, сойсоп кебі давранмақ керекіміз. Біз әршіні атлап кетерік, иншаллах. Бізім халқымыз шоқ қалдай қалтай. Сидалау'ча, пожалуй, следующий вопрос задам тоже вам. Совсем недавно состоялась презентация фильма оскароносного режиссера американского Оливера Стоуна, весь фильм из четырех частей состоит, посвящен президенту Владимиру Путину. И вот в одном из эпизодов он так очень старательно пытался заострить вопрос мусульман в России. То есть являются они проблемой или не являются они проблемой? Очень знаково, как президент на это ответил, примерно в том русле, что в западных странах, в большинстве из них, мусульмане преимущественно являются либо иммигрантами, либо приезжими, либо беженцами. И отсюда какая-то конфликтность, которая в обществе постепенно складывается, даже где-то вливается в какие-то откровенные противостояния. В отличие от них, в России, в России изначально она складывалась как многоконфессиональная держава. И мусульманские народы, они ниоткуда не пришли, они родились, были сформированы и жили здесь. Другой родины у них нет. И вот в связи с этим, как государство поддерживает ислам в целом в России и в нашем регионе в частности? Перед тем, как перейду к объяснению, я хочу просто один момент рассказать, чтобы было понятно масштабы работы. 30-го числа будет совещание, конференция в городе Булгар. Это исторический город. Конференция будет посвящена по принятию стандартов высшего исламского образования в России. То есть есть исламское образование высшее, оно по-разному работает. Сейчас мусульмане России пришли к тому, что они стандартизируют работу и внедряется высший стандарт исламского образования, который будет пропагандироваться всем вузам, которые будут стремиться к этому стандарту приблизиться. Булгар – это 922 год. Принятие на территории России, официальное принятие ислама самое древнее. Ислам входит на территорию России раньше даже, чем православие на 50 лет. Поэтому, конечно же, президент этой страны будет говорить о мусульманах как о коренном народе, как о коренных жителях этой страны. Мусульмане всегда оказывали свой вклад во всех направлениях жизни этого государства. В России очень много чисто мусульманских регионов, которые состоят на более чем 80% из мусульман. И говорить в такой ситуации о каком-то изгольстве, о каких-то приезжих людях – это совершенно невозможно. Поэтому в России, слава Богу, это все прекрасно понимается на всех уровнях. Мусульмане являются полноценными членами общества. И у них соответствующие все права так и защищены. Как мы, крымские татары, это ощутили? Долгожданное наше строительство соборной мечети, которое мы очень долго ждали, долго к этому шли. Может, люди наши не знают всех сложностей. Но то, что мы за 10 лет не смогли даже согласовать документы по земле, но каждый понимает, что это значит, и я не буду сейчас хаять что-то там или говорить плохо о ком-то. Но факт, что этот вопрос был разрешен в течение нескольких месяцев. То есть, когда есть воля, когда есть желание решить вопрос, любой вопрос решается. И заповедные зоны, и лэпы, и водохранилища, и все, и все, и то, что находится на пути эвакуации и так далее. Оказывается, все можно было решить, и все это было искусственно поставлено, к сожалению. И то, что было два года назад, какие-то согласования мы проходили, сегодня мы уже видим огромное количество работы, которое там выполнено. Поэтому строительство этой мечети – это многомиллиардный вклад для крымско-катарского народа. Это, может, не посильный, огромный был проект. Но, аль-хамдулля, сегодня этот проект строится. Это при поддержке государства этот проект делается, аль-хамдулля. Также по вопросу хаджи, в первый же год были выделены квоты, были выделены бесплатные места, которые очень играют большую помощь для наших людей, которые физически не могут скопить, но они являются ветеранами нашего движения. Они являются заслуженными людьми, которые не смогут скопить, может быть, этих денег, но они очень хотели бы попасть. Это наши имамы, которые очень старательные и хорошо работают. И поэтому эти квоты были распределены таким образом, чтобы могли попасть эти люди в хадж. Каждый год правительство республики, хадж-миссия оказала огромную поддержку в проведении этого хаджа. Какой-то год были выделены самолеты, то есть перелет был за счет государства. Это более чем на треть уменьшало стоимость хаджа и так далее. Люди же это видят. То есть мы это видим. И действительно, это не просто какая-то пиар-акция или что-то. Это действительно везде в России так работает. То есть мы не привыкли в предыдущем периоде, что такое может быть, поэтому у людей может быть опаска ко всему этому. Но я ответственно заявляю, что везде в России оно так работает. То есть это норма. Никто ради показухи в Крыму это не делает. Такую же красавицу мечеть в прошлом году открыли в Москве. И это огромные деньги. Огромные деньги. То есть это 9 нулей. И это огромные деньги, которые кто-то выложил и построил эту мечеть. Это мусульманские меценаты. И сегодня строят мусульманские меценаты нашу мечеть. И все это делается. И что только наша мечеть в России строится. Да нет, в Костроме недавно красавицу мечеть открыли. Огромная мечеть. Кострома для нас, для крымских татар, это не чужой регион. Часть крымских татар попали туда и прекрасно знают, что такое Кострома и где это находится. В Костроме была недавно, буквально несколько месяцев назад, открыта красавица мечеть. И в каждом городе, везде, где мусульмане этого хотят, это происходит и строится. Я уже не говорю о проектной работе, когда молодежь хочет что-то сделать, обращается в духовное управление. И они изыскивают средства с помощью фондов, которые работают в России. С помощью мусульманских организаций, которые партнеры этих фондов извне, из мусульманского мира. Все эти проекты, ни один проект, который бы хотела молодежь или какие-то религиозные организации воплотить, он не остался на полпути. Все реализуются, аль-хамду-ля. Поэтому вот в этом плане мы видим очень сильное оживление. И речь заходила о молодежи. Я хочу просто добавить один момент. Молодежь, она не может сегодня оставаться в стороне. Молодое поколение уже приняло ответственность на свои плечи. Да, у нас есть старшее поколение, за которым мы можем немножко еще спрятаться. Но это очень маленькое, очень малое время. Молодое наше поколение в Крыму должно перестать чего-то ждать. Нам никто ничего не должен. И это все прекрасно понимают. Нужно просто перестать ждать. И говоря об Ифтаре, который был организован в Москве, я хочу несколько слов сказать и об этой молодежи. Они встретились с огромным препятствием на своем пути. Старшее поколение почему-то начало их критиковать. Зачем вы организовываете Ифтар? И они преодолели это сопротивление. Мы видели в их глазах тоску, мы видели в их глазах грусть, усталость. От этого ненужного совершенно барьера, который им пришлось преодолевать. И эти слова, то, что мы в тебе и сказали, и наши слова поддержки были сказаны именно поэтому. То есть, чтобы эта молодежь, она не испугалась этих первых проблем и не отошла назад. Поэтому сегодня действительно, и вот Аляудинов Шамиль тоже прекрасно сказал, огромные возможности и огромная соответственно ответственность ложится на нас за выполнение, либо невыполнение тех возможных нами шагов, которые мы могли бы выполнить. Поэтому я обращаюсь и к молодежи, и к старшему поколению, которое может посодействовать молодежи, чтобы максимально пользовались теми возможностями, которые сегодня есть. И не думали, что это какие-то подачки или какой-то пыль в глаза. Это стандартная процедура, которой мы можем пользоваться и будем пользоваться многие десятилетия. Артур Учан, насколько в последние годы стало проще стать паломником и совершить хадж? Ну вот, как Асад Ладжал заметил, то, что в России существует уже механизм работы с мусульманами. И вот мы уже четвертый год организовываем хадж при России. И ежегодно, это первый раз в истории, такое не было, чтобы духовное управление мусульман Крыма совместно с госслужащими вместе в одном столе решали проблемы или готовили организацию хаджа для паломников Республики Крым. Это, например, как паспортизация, прохождение в военкомате, там, брать справки, вакцинация. И также, как это организация автобусов на выезд на материк. И, слава Богу, вот, даже наши паломники были удивлены, как это, говорит, мы, говорит, месяцами ждали этот паспорт биометрический, чтобы получить. Мы здесь, говорит, пришли за час, за полчаса даже подали документы и через буквально две недели получили документ. И мы очень быстро взяли прививку, получили и все документы подали, чтобы поехать в хадж. Для них это было удивление. Вакцинация полностью прошла уже или еще нет? Нет, вакцинация в июле будет проходить. И хочу здесь еще раз заметить то, что вакцины покупаются с бюджета Минздрава. Бесплатно? Бесплатно. То есть получение паспортов, облегчение. И также вакцинация паломников. Это все за счет бюджета Минздрава. Минздрава. Имира Сануджа, у Крыма очень глубокие традиции духовного образования. Какие сегодня существуют духовно-образовательные учреждения в Крыму? И с какими, возможно, проблемами, с перспективами? Можете рассказать о перспективах развития этих духовных образовательных учреждений? И нуждается ли Крым в дополнительных таких учреждениях? Конечно, стоит отметить, что наша религия и ислам, как раз мы говорим о консолидации, о консолидирующей роли религии. Религия и ислам – это тот фактор, благодаря которому и сформировался наш народ, как мусульманский в своей основе, как мусульманский народ, в основе которого лежит религия и ислам. И поэтому, естественно, мы, как мусульмане, должны развивать вот те духовные традиции, которые оставлены нам нашими предками. На этом пути наши предки указали нам дорогу. Первые медресе, которые были еще до Крымского ханства, были открыты в Крыму. Мы знаем, что одна из древнейших мечетей в Старом Крыму – это мечеть хана Узбека. Рядом с ней медресе Инджибек-Хатун. Потом мы знаем один из первых ханов, второй хан Мингли Гирай-хан. Он в первую очередь рядом с мечетью в Бахчисарае в Салачике построил Занчирлы-Медресе для того, чтобы там изучали и религиозные, и светские науки, чтобы государство продолжило свое существование. И люди развивались во всех направлениях, не только со стороны религии, но и со стороны наук также, естествознания. И, естественно, наши предки продолжили все эти начинания, и Гаспринский открыл здание новометодного медресе, которое так и назвали Ян-Азанчирлы-Медресе. Эти традиции продолжаются в наши дни. Духовное управление мусульман Крыма, оно с первых дней своего существования заложило основы нашего медресе, Азовского медресе исламских наук. Это самое крупное и одно из первых медресе, которое было образовано, основано на территории Крыма. Затем были основаны ряд других медресей, филиалов таких медресе. Однако мы понимаем, что мы вошли в новое правовое поле, то есть какие-то новые условия появились у нас в Крыму, мы вошли в состав Российской Федерации. И поэтому в настоящее время некоторые из медресе, они временно были приостановлены на их деятельность. На данный момент сейчас работает крупнейшее медресе, это наше медресе, Азовское медресе исламских наук. Есть два отделения, женское и мужское отделение. И сейчас вот на будущий год мы планируем, на будущий учебный год, это вот уже с сентября, планируется открыть еще одно медресе, это медресе Хафизов, где будут наши учащиеся заучивать полностью священный Куран. Это тоже одна из традиций нашей религии. Естественно, по мере потребности, по необходимости будут открываться и другие медресе, в которых будут заниматься или изучать нашу религию различные категории мусульман. То есть, если у нас, например, изучают ислам школьники, которые одновременно изучают школьные занятия, одновременно изучают религиозные предметы, в медресе Хафизов будут специализированные медресе, где будут изучать именно Куран наизусть. Так будут открыты медресе и для других категорий наших граждан, скажем так. Ну и кроме этого, есть учебная деятельность, которая связана не только с медресе. То есть, учебная деятельность, вот нам здесь хорошо рассказали о том, что есть файдалы и лим, где очень много наших преподавателей преподают. При мечетях есть очень много курсов. Стоит сказать, что с самого начала ислама, со времен пророка Мухаммада, изучали ислам именно в мечетях. И даже вот такие самые известные цивилизации, представители цивилизации ислама, например, андалузское государство в Испании, которое стало светочим, принесшим свет науки в Европу. Там, например, преподавание велось именно в мечетях. И эта же традиция продолжается и у нас. Естественно, на виду с мечетями есть и медресея, в том числе и наши медресея, азовская медресея. Руслан Ильич, а где могут продолжить свое образование те, кто решил посвятить свою жизнь духовному служению? Ну, сегодня у нас открыты различные дороги. Мы имеем реальный опыт обмена студентами с Российским Исландским институтом в городе Казань. При поступлении желаний мы можем направить желающих и в Москву, и в Уфу, и за рубеж. Поэтому поступают такие запросы. То есть дорога открыта. Главное, чтобы ребенок желал, и это желание было таким крепким стержнем. Гульсу Муджа, насколько для нашего народа важен культ интеллекта, культ образования? Естественно, сразу же вспоминается хадис пророка, который говорит, что образование, процесс получения знаний — это обязанность, которая возлагается как на мужчину, так и на женщину-мусульманку. То есть это то, к чему необходимо стремиться каждому из нас — получать знания не только в каком-то узком направлении, узком аспекте, а пытаться развивать свой кругозор как можно шире, то есть получать образование, в первую очередь, религиозное, потому что на этом основывается вся жизнь человека, и также еще и пополнять запас знаний уже из других, например, наук, других направлений и так далее. Именно в этом направлении ведется работа мусульманской ветви образовательной при Духовном управлении мусульман Крыма. Мухаммед Уджа, какова должна быть роль, и каковы должны быть функции духовных лиц на местах, учитывая современные условия и современные вызовы, каким дополнительным компетенциям они должны соответствовать? Я всегда говорил, я на русском языке скажу, чтобы все меня поняли, я всегда говорил, что мало иметь теологическое образование, надо еще быть педагогом с большой буквы, чтобы преподавать, нести народу религию. А мы давайте посмотрим, я сам и также являюсь педагогом по образованию, и это мне во многом очень помогает. Я закончил университет еще в советскую бытность. Вы знаете, имам, духовный наставник, он должен быть всесторонне развит, он должен знать историю, географию, астрономию, другие точечные науки, чтобы, понимаете, где-то найти точку соприкосновения, проявить этот интерес, дать своему ученику не только теологическое образование, но и глобально затронуть все. На сегодняшний день у нас действительно молодцы, очень много преподавателей наших, они повышают свой уровень знаний ежедневно. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, если твой день сегодняшний равен дню вчерашнему, значит, ты прожил этот день впустую. То есть, постоянно ты должен пополнять багаж своего знания. Не обязательно это религиозного знания, всестороннего знания, интеллект свой повышать. И, конечно же, делиться этими науками с другими людьми. Мы знаем же с вами, что неисчерпаемая садака досудного дня, это будет, как говорит пейгамбер, саллиллаху алейхи вассалям, это то, что ты научил при жизни, и после твоей смерти будут пользоваться люди этим. И досудного дня, пока люди будут извлекать из этого пользу, этот умерший человек получает садака. И вот мое тут мнение, я думаю, все со мной согласны, телевизор телевизором, бельгисаяр, то есть компьютер к компьютерам, но мы давайте не будем забывать чтение книг. Вот мое поколение было воспитано именно на чтении книг. И, пользуясь случаем с наступающим праздником, великим праздником, поздравляю всех своих соотечественников и не только. Спасибо огромное за дискуссию. На протяжении нашего эфира сегодня шло онлайн-голосование. Существует ли угроза религиозному согласию среди крымских татар? И абсолютно точно большинство, абсолютное большинство наших телезрителей считает, что такой угрозы нет. 1934 человека высказались в пользу ответа «нет», и всего 278 человек считают, что такая угроза существует. В заключении, уважаемые телезрители, позвольте мне также поздравить всех вас с приближающимся священным праздником у Роза Байрам. Пусть царит мир и согласие в каждом доме, а благие дела станут образом жизни для всех нас. И хочется отметить, что ток-шоу «Крымский консенсус» уходит в летний отпуск. И тем не менее, до скорой встречи на нашей дискуссионной площадке.